В регионе готовится к выходу книга защитников Сталинграда. В издании собраны воспоминания о военных буднях, ныне живущих участников битвы на Волге. Будет в книге и рассказ Волгоградки Александра Петровны Выходцевой, Сталинградской березки. Именно такое позывное имела разведчик Выходцева в годы войны. В гостях у фронтовика побывала Мария Иванченко. Гостей Александра Петровна встречает в полной боевой готовности при орденах и медалях. Так приучила жизнь, говорит участница боев за Волгу. В 16 лет Александра поступила в Московский институт Роспотребсоюза и за два года экстерном освоила его четырехлетнюю программу. Одновременно окончила курсы ворошиловских стрелков и стала военнообязанной. В 20 лет Александру Выходцеву призвали на фронт, в разведку, в диверсионный отряд, где дали боевой позывной «Березка». Выполняя задания, женщина не раз рисковала жизнью. Подошел немец, на румынском языке, со мной разговаривал. И говорит, матка, ты тут не рядовая. А я обняла его, поцеловала, а он растаял. Если бы я этого не сделала, он бы меня расстрелял. На очередном задании уже во время Сталинградского сражения Выходцева вместе со своим отрядом попала под бомбежку. Березку контузило. Под Сталинградом война для Александра Петровны закончилась. Но остались воспоминания. Встреча с однополчанами и даже с немцами, против которых воевала. Сегодня Сталинградской Березке 90 лет. Праздник Победы в битве за Волгу для нее один из значимых в жизни. И отрадны, что ветеранов не забывают. Улыбаясь, говорит фронтовичка. Баженов прислал мне посылку, подарок. Теперь хочу попросить, чтобы меня в феврале месяце положили в госпиталь подлечиться. Кстати, 2 февраля в планах у Александра Петровны насыщенная программа. Одно из главных дел – встретиться со школьниками и рассказать им о военных буднях. Для того, чтобы не допускать ошибок в будущем, молодежь должна знать свою историю. И именно им, фронтовикам, пока под силу поведать подрастающему поколению всю правду о войне. Мария Иванченко, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба». Редактор субтитров А.Семкин